Таджикоязычный сайт Спутник Таджикистан Российскому духовенству, по его словам, удается охватить не всех представителей стран Центральной Азии, так как проповеди и религиозная литература на русском языке не всем понятны. Решить эту проблему могло бы присутствие в столице представителей духовных управлений Центрально-Азиатских стран, заявил Аляудинов. Собеседник Хабархо, политолог Фердаус Салимзада, прокомментировал данную ситуацию следующим образом. Данное обращение еще раз доказывает, что российские власти не справляются с резким скачком исламского возрождения в России. И одним из факторов этого возрождения они считают наличие трудовых мигрантов из Центральной Азии. Однако, следует заметить, что устранение проблемы языкового барьера кардинально не повлияет на ситуацию. Ведь духовное управление мусульман как в России, так и в Центральной Азии своим постоянным искажением ислама и поддержкой антиисламской политики властей уже давно потеряли доверие мусульман. Субтитры создавал DimaTorzok